Ну куда ты попер? Ну зачем уперся в потолок? Слишком высокорослые получились, хотя хотел, компактные. Вокруг разруха, пыль да грязь, но такова суть ремонта. В таком состоянии сейчас находится будущая лаборатория, но руки-то уже чешутся, поэтому была запущена установка. Кратко про суть эксперимента. В гидропонике обычно используется какой-нибудь субстрат. Чаще всего это вот минеральная вата, хороший привычный субстрат, только что вот он не очень экологичный в плане того, что он там не разлагается, и вообще вот эти колючие иголочки в почве не есть хорошо. В общем, ребята придумали альтернативу. Вот такая вот штука, очень мягкая, ну в смысле легко ломается, почти невесомая, и при этом еще и биоразлагаемая. То есть ее можно в землю закопать, и получится даже азотное удобрение. В общем, прислали мне на проверку. На этом субстрате я решил вырастить томаты, вообще проверить, насколько можно его реально использовать. Вдруг он ядовитый или вообще не работает. Из особенностей. Вот это вот вроде бы полимер, но при этом не горючий. Ну, как минимум, не поддерживает горение. То есть мы с ним уже не вспыхнем, и то хорошо. Обработка. То есть нужно сформировать какой-нибудь кусочек. Режется, ну, как пенопласт. Даже, знаете, такое кайфовое ощущение. Прикольно. Ровненький, чистый рез. Еще одна любопытная особенность. Сам субстрат довольно упругий, то есть он имеет некую такую форму. Но если его посильнее сдавить, структура ломается, и он становится мягкий, как вата. Хоть подушки из него делай. Если бы так легко не крошился. Любопытно, что субстрат довольно влагоемкий. То есть от своего веса может набрать воды примерно 800%. Прямо ух! Хорошо воду напитывает. Еще раз и покрупнее. Это кубик сантиметра полтора на полтора был. Правда, напитывает он ее проблематично. Не так, как минвата. Но это мне попалась пробная партия. Я сообщил об этой проблеме производителю. И он сказал, что это легко поправимо. Но у меня есть этот материал. И эксперимент, естественно, поставлен на нем. Ну и конечно же я посмотрел под микроскопом, как устроен этот субстрат. То есть по сути это очень напоминает поролон. То есть такие полые шарики, в которых собственно и скапливается водичка. Теперь про сам эксперимент. Это пример моей рукожопости. И вот один из самых неудачных моих тестов. Во-первых, у меня ломались насосы. На самых ранних этапах томаты хапанули засухи. Во-вторых, у меня зашкварило отопление. Здесь было, наверное, градусов под 40 в боксе. Как они выжили, это уже другая история. И все это, естественно, сказалось на продуктивности. И вот с этой палантацией я получил совсем маленький урожай. Правда, томаты были вкусные. И первые даже были довольно крупные. Но потом все пошло не так. Так, чтобы вы понимали, система полива вот такая вот. Насосики для стеклоомываек. В баках питательный раствор. И подается все это в корневую зону. Излишки стекают по желобу. И возвращаются в бак. Их распределительные, которые опять на все три делят. В общем, в одну прекрасную неделю здесь была пустыня. Теперь подробнее о системе. Здесь больше инжекторов. Потому что изначально было много кубиков. Чтобы потом выбрать самые лучшие образцы и их уже выращивать. Ну, теперь лишние же не выкидывать. Повтыкал побольше. В общем, вот минвата. Вот субстрат. Минвата в красивой бумажке. Субстрат, естественно, нет. Видно, что корешки пытаются оттуда вылезти. Но вот фокус сопротивляется. Поэтому сейчас вот выложу фото. Все это уже подзадохло. Потому что, ну, как бы я уже свернул программу. Вот. И они еще и в лампу уперлись. А некоторые даже выше. А некоторые даже, по-моему, хотят наружу. Через потолок вырваться. А знаете, что я нашел? Последний урожай. Прежде чем все пойдет под нож, надо сорвать. Вон там я видел помидорочку красную. О! Их там две. Раз. Два. О! Два штучка. Сейчас буду есть. Сейчас я кого-нибудь вытащу и посмотрим. Давайте с минваты начнем. Ох, и тесно же им там. А, я же забыл. Они же на проволочках подвязаны, чтобы не падать. Ну, тогда отвязываем. Страшно выглядит, на самом деле. Скрученные листья, дефициты питания. Новые попытки зацвести. Может быть, их укоренить? Да еще помидорки собрать? Наверное, так и сделаем. Вот. Корешки плотненько заселили корень. А мы сейчас еще его разрежем и посмотрим, чего там. О, слушай, так его можно вот так вот посадить. Ладно. Это на минвате. Помните, я рассказывал, да, что влагу тяжело напитать? Так вот, на первых этапах неправильно был настроен полив. Да и потом еще накосячил. Но об этом позже. В общем, он где-то недели две потерял на борьбу с засухой. А потом только начал догонять. Собственно, урожай-то я по итогу получил синхронный. О, кстати, сейчас еще про вот это расскажу. Ну, чуть-чуть поскромнее. Хотя на нем плодов, кстати, было больше. Так вот, из-за того, что влагоемкость субстрата вроде и большая, но вот такой капельный полив для него плохо подходит для пропитки. И в следующем эксперименте я хочу вот это исправить. Ну, или дождаться другого субстрата. Вот. Получилось так, что раствора в субстрате было маловато. Полив у меня был два раза в день. И это привело к некоторым дефицитам. В частности, вот. Дефицит кальция был. Потом я это исправил. Просто участил полив. Но, как всегда, уже не откатиться. В общем, вот он. В принципе, это нормальный кустик. Кстати, даже у него меньше больных листьев. То есть, как-то вот. Как-то так. Еще больше тут плодов маленьких. Корешки здесь все заселили, уже высохли. И даже слой корешков, по-моему, потолще будет. То ли в поисках воды, то ли чего-то. Пусто и грязно. Надо это исправлять. Так, ну давайте сравним. Минвата, субстрат. Снизу. Да нет, снизу не особая разница. Надо смотреть в разрезе. Получится тут что видеть, нет? Так, смотрим на субстрате. Значит, ну слушайте, ну он сам все был мягкий. А я его не могу разворошить. То есть, он весь пронизан корнями. Прям сшился. Вот. Кстати, в основном по внешней оболочке. В середине чуть-чуть поменьше. Ну, корнем здесь вроде хорошо. Внутри они прям светленькие. Хорошенькие. Чистенькие. А по крайней, естественно, обветрились. Минвата. Кстати, она даже как-то полегче раздирается. Хотя, изначально прочнее. И, кстати, в Минвате корешки не такие белые. Я вам скажу. Ну да. В субстрате они побелее. Сейчас попробую на солнечный свет выставить. Может, там поведение будет. Ну, давайте сравнивать. Вот в субстрате. То есть, вот внутри, в самом субстрате, корешки прям вот белоснежные. Я все-таки сделаю еще фото. А вот в Минвате, ну, все-таки темные. Сейчас сделаю фото, чтобы было лучше видно. Вот две фотки. На них видно получше. Слева Минвата, справа субстрат. Так, еще немножечко про этот субстрат. Прежде чем взять его в работу, я, как смог, проверил его химически. Так вот, он оказался действительно абсолютно инертным. Он не среагировал ни с щелочами, ни с кислотами. Более того, я проверял, имеет ли он какую-нибудь его наобменную способность. Так вот, он не накапливает в себе ничего. Ну, то есть, это полноценный, инертный субстрат. Причем, при его массе даже транспортировка, наверное, будет дешевле. Я не знаю. Вообще невесомый. И перспектива интересная. Интересная. Поэтому, собственно, и взялся испытать. Кстати, может быть, вам интересно с ним поиграться? Напишите в комментариях, как бы вы его испытали. И, может, я договорюсь, чтобы вам прислали пробную партию. Ну, а те подписчики, которые меня поддерживают, есть такая закрытая лента ВКонтакте. Они все получат по кусочку этого субстрата на маловство. Перед тем, как закончить видео, покажу вам помидорку в разрезе. Сочная, многокамерная. Кстати, я не говорил, это сорт Супер Куша. Да, Супер Куша. 90 дней и первые помидорки я уже кушал. Ну, а сейчас там 120-е, наверное, кушаю последние. Они, кстати, очень сладкие, сочные. А первая помидорка была 260, что ли, грамм. К сожалению, не сфотографировал момент взвешивания. Но можете поверить не на слово. Эти, конечно, меньше. Эти грамм по 100. Впереди эксперимент в ризотроне. Это такая штука, где можно посмотреть, как корни растут. Я буду сравнивать минувату с этим же субстратом. И судя по тому, что я увидел в кубиках, субстрат даст фору. Интересно, конечно. А вам? Субстрат.